Всем привет! С вами Вальпрам, первый ярославский видеоблогер. Наверное, у каждого есть такие фильмы, которые он смотрел как-то вот так вот мельком. Особенно вот советские фильмы, вот много советских фильмов, вот по крайней мере вот я, их смотрел мельком, можно сказать так, не сначала и вот начинал и до конца, а так вот, посмотришь минут двадцать куда-то ушел и все. Ну, в принципе, знаешь о чем фильм, а так вот, чтобы сначала до конца понять вот эту всю суть вот фильма, как-то вот это все отобъединить, вот на некоторых фильмах вот такого не получается все как-то. Те же вот 17 мгновений весны, я вот не смотрел их с первой серии и до последней, до конца не смотрел, потому что ну показывали там в каникулы всегда их в зимние, да, в зимние каникулы вроде показывали, и все никак не удается, все мечтаю посмотреть 17 мгновений весны сначала и до конца. И вот, значит, решил я досмотреть очередной фильм, сначала вот до конца посмотреть вот жестокий романс по произведению, значит, Островского «Беспреданница». Фильм этот снят в восемьдесят четвертом году. Это, значит, после смерти, после смерти Брежнева, да. Если я не ошибаюсь, после смерти Брежнева. Режиссер Эльдар Рязанов, сценарий Рязанов, Александр Островским, понятно. Так, в главных ролях Лариса Гузеева, ну все мы знаем, Андрей Мехков, гадость ваша заливная рыба, Алиса Прейнлих, Никита Михалков, Алексей Петренко, Виктор Проскурин, вот он умер не так давно, Георгий Бурков, Татьяна Панкова, Борислав Брундуков, Александр Панкратов, черный. Вот такие известные, знаешь, актеры, и можно предположить, что и фильм отличный, замечательный, да, вот, значит, там, кстати, в фильме две серии. Две серии, в фильме все крутится возле мамаши, которая, вот эта Френдлих играет, мечтает вот свою дочку выдать, значит, замуж, так вот, за какого-нибудь такого перспективного, богатого жениха, да, какого-нибудь мужчину, да. Первую дочку она там выдала за какого-то, как будто бы там бизнесмена, они там в Монте-Карло уехали, там, вторую дочку тоже вот в фильме она там выдает замуж за какого-то жителя Кавказа, он приехал так, ну, показался богатым, и все, значит, увез дочку на Кавказ, и как будто бы мамаша здорово пристроила дочку, но там в итоге окажется, что он ее застрелит из ревности, и первая в итоге дочка, которая тоже вышла замуж, тоже, оказывается, вышла замуж за какого-то афериста. Все крутится еще в фильме вокруг вот этого вот безденежья, вот что они, это с мамашей живут, вот это Лариса Гузеева, да, которая играет, вот это он, ее там Лариса и зовут там тоже. И вот они как-то концы с концами сводят, так идите работать там, я не знаю, делайте там что-нибудь, как-то каким-то другим путем зарабатывайте там, не знаю, но это мамаша вот видит это решение проблем бедности, это значит вот выдать дочку замуж. И вот всем, все вот сейчас говорят, что вот пошли такие времена, всякие стримы устраивают, на стримах устраивают дичь там такую, не знаю, не пойми, что делают, там и пьют, и курят, и все такое. Но в те времена так же все устраивалось, на примере вот этого вот дома, вот этой мамаши, вот этой Ларисы, вот это она устраивала приемы, ну такие вот обеды, ужины. И для того, чтобы вот мало ли какой там в гости придет мужичок богатенький, и вот как бы его там пропихнуть к дочери, да. Вот и особенно вот мне запомнился тот момент, когда там тоже гости пришли, и Михалков этот пришел, этот барин, он там барина играет, значит, этого Паратова, да, Паратова. Ну делает вид, что он такой вот цыгань, и там вокруг него крутится, вокруг него все такое вертится, крутится, ну такую пыль в глаза пускает вот это, и сейчас вот тоже такое, сколько время прошло, ничего не изменилось. Есть тоже много таких людей, которые окружают себя какими-то вот такими вот людьми, это какую-то тусовку создают, а вот кончаясь у этого человека деньги, допустим, и все. И все люди от него свалили, все друзья, все. И тут, значит, он предложил, там Панкратов Черный еще снимается, он играет какой-то там, типа гусара, ну офицера какого-то, спросил его, мол, хорошо ли ты стреляешь? Ну, говорит, нормально, там стреляю. И поставил он себе стакан на голову, там на шляпу, и вот Панкратов Черный выстрелил в него, в стакан, и стакан разбился. Потом, значит, это сам этот Михалков стрелял в часы, вот эта Лариса Гузеева, вот эта, которая играет, ну, Ларису, это держала часы, и он вот в часы стрелял. И они вот такую вот дичь устраивают, да, вот такие, это давние времена. Это вот то, что нам показали в фильме. А какую же они там дичь устраивали, вот эти всякие барины, вот, над своими вот этими подчиненными, такими рабочими, какими-нибудь. Вот этого еще вот видео тогда в те времена не было. А если было бы, мы бы сейчас насмотрелись такого, а это вообще было, ну, кошмар бы. Так вот, смотрели. И нам бы, наверное, вот эти вот стримы, которые устраивают, показались бы каким-то вот детским развлечением, то, что они там устраивали на этих тусовках, на этих тусовках тех времен. Ну, значит, все крутится вокруг вот этой женитьбы, вокруг вот этого барина. И фильм я бы, наверное, рекомендовал к просмотру тем барышням, которые вот мечтают вот так вот удачно выйти замуж, так вот перспективно, так вот, чтобы все было богато, дорого. Которые вот хотят и рыбку съесть, и на березу влезть, да. А получается в итоге это все по-другому, как говорится. «Любишь медок, люби холодок». Вот так вот получается. В этом фильме точности так же вот получилось. «Любишь медок, люби холодок», да. И вот, значит, весь фильм на протяжении всего фильма, вот этот Михалков, вот этот паратов, да, мечтает, мечтает свой, значит, свой мохнатый шмель подкатить на душистый хмель вот этой Ларисы. Вот он там старается, уж ее и на теплоходе покатал, и все. Вот такая вот прослеживается вот тенденция, да. Вот если ты богатый человек, стоит тебе как-то вот какие-то жесты там такие вот вольные сделать, на пароходе покатать, там из пушки пострелять, еще там широту вот души показать, и сразу вот эта Лариса зацвела от него вот так вот, ох, как влюбилась, я не знамо как вот в него. А еще там есть вот этот герой Михалков, да, он работает там на почте, что ли, да, и тоже в их тусовке тусуется вот этих всяких офицеров, вот этих богатых женихов, вот. Но он не особо вписывается, но он вот тоже любит эту Ларису, да, она-то его не любит вообще. Ей-то уже вот этот Михалков приглянулся, вот этот барин вот этот. Но случается тут что-то, барин немного подразорился, куда-то уезжает там, возможно, на год, и все, ни писем, ничего это не пишет. Вот, и, а мамаша-то уже, они ели концы, с концами сводят с Ларисой-то, вот. Ну, а что делать, что делать, кого еще искать, ну, это вроде как помолвка состоялась с этим вот Смехковым, который на почте работает, ну, как говорится, на безрыбье и уксус сладкий, да. Вот, что-то типа такого. Ну, и вот тут уже все дело к свадьбе идет, и приезжает вот этот барин, вот Михалков, да, вот барин, цыгане. Я, конечно, понимаю, что этот фильм вот снят с размахом, вот со всем вот этим атрибутикой. Вот они в Костроме, кстати, фильм снимали, они арендовали этот теплоход, вот все там, это, ну, здорово сделали, наверное, с исторической точки зрения. Но сам по себе фильм, он какой-то вот такой одноразовый, одноразовый. Никогда его, наверное, больше не захочется смотреть, этот фильм. Ну, значит, приехал этот барин, и вот у Ларисы-то, это, у Ларисы-то вот эти чувства-то как бы не прошли к этому барину. А барин-то вроде как там собирается выгодно тоже жениться, ну, чтобы финансовое состояние свое поправить. Но свой вот мохнатый шмель, пушистый, душистый хмель этой Ларисы-то, все-таки перед свадьбой-то он хочет пристроить, и в итоге увозит ее на теплоходе, там похищает, и вот они плывут, там уже это все у нее получилось, ну, как же в такой вот обстановке, там хорошие, шикарные, цыгане-то, и все, вот это вот мечта, наверное, любой барышни, там, тех времен. А этот, значит, Мехов отправляется, вот этот печатальон-то, ну, они-то пьяненький, берет там пистолет, и на лодке отправляются за этим теплоходом, теплоходом, теплоход называется «Ласточка». Ну, и в итоге что получается? В итоге вот он убивает, значит, эту Ларису, да не доставайся ты никому, и все, вот это такой урок барышням, да, которые вот крутят вот какие-то романы, какие-то вот у них по три молодых человека, по четыре, этот резервный, этот так вот по дружбе, может что-нибудь какое-то, что-нибудь там сделать, этот вот, допустим, какой-нибудь там депутат, вот тоже полезные связи с ним, можно вот что-то покрутить. И вот в итоге вот такая ситуация и получается. Совсем недавно тут тоже какая-то ситуация была, тут один, ну, в нашей реальной жизни тоже один убил там свою будущую жену, потому что она встречалась с каким-то там другим, и вот что-то такие вот эти треугольники, любовные шестиугольники, вот которые вот женщины любят устраивать, вот так вот. И в итоге вот получается так, как получается. Вот убили, значит, эту Ларису, да, и она говорит там в конце спасибо, типа вот она вся запуталась, а мамаша вот ее тоже вот эта хороша, да, вот, нет бы как-то вот заработать там что-то, ну, сама тогда вот найди себе какого-нибудь старичка, уж что-то и дочь-то уж готова выйдет за кого угодно, главное, чтобы за богатого. Ну, такие времена были, и сейчас, в принципе, точности такие же времена. Фильм, как я уже сказал, такой одноразовый, ну, я знаю, что многие напишут, да, это шедевр, да, это классный фильм, да, его можно... Есть действительно советские фильмы, которые можно пересматривать по несколько раз, которые уже пересмотрели по 50 раз, но я даже не представляю, что бы я вот этот жестокий романс, вот этот фильм, я его смотрел бы еще бы раз, ну, церевренно вообще, ну, неинтересно мне смотреть вот на это все, вот как вот этот барин вот этот Миколковский ведет, вот как там матрос, когда они, значит, собрались, там уже в конце, это, да, на пароходе-то на этом, ему руку целует, как он вот тут всем барского плеча, тут вина тут всем подает, вот это вот жизнь, вот это вот, вот все вот, он такой мерзкий человек, вот этот герой, вот этот фильма, да, еще не понравилось, как они вот унижали этого Мягкова, этого Печтальона, да, как потешались над ним, вот эти типа мы-то богатые, а он-то такой бедняк там, и все, ну, и как он себя вел вообще так тоже, унижался перед ними, вот это вот, не знаю, ему бы надо было вообще вот это все, бросить всю эту тусовку, найти себе какую-нибудь, ну, обычную, он Печтальон мог бы найти себе какую-нибудь там, деревенскую девушку какую-нибудь, жениться они, если он в деревню собирался ехать, и все, зачем тебе это, Лариса, вот это со своими вот этими тараканами в голове, со своими какими-то закидонами, со своими вот этими вот, ну, если бы она, вот эта Лариса вышла замуж за этого Михалкова, за этого вот Фаратова, да, у них бы тоже, скорее бы всего, ни хрена ничего не получилось, возможно, он бы ее так же и бил, так же вот и наизменял, и все такое, не было бы у них какого-то такого семейного счастья, идиллия, вот все такое, это вот такие отношения, вспыхнувшие вот, ну, там, ну, на год буквально, да, вот это вот все, все эти пароходы надоедят, все это вот надоест, и все это угаснет, и все, вот это ни хрена, ничего бы такого не было, да, чего-то продолжительного, так что, вот такой своеобразный пересказ, обзор фильма, жестокий романс, жестокий романс, ну, фильм, конечно, я говорю, хорошо снят, все тут все, но это фильм одноразовый, одноразовый фильм, одноразовый, не захочешь его, а если книгу читать, вот книгу у меня, обычно, когда я вот смотрю фильм по книге, по какой-то, ну, возникает у меня такое желание перечитать книгу, а как там было, вот на самом деле, даже не возникло желания у меня перечитать Островского, вот этого, беспредальница, ну, там, наверное, просто следовали каким-то главным моментам, там все переизменили, видоизменили, это все ясно, да, с вами был Вольфрам, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, и дальше будет интереснее.